Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. И сегодня наш гость Денис, он расскажет нам о том, как сделал свой выбор бороться с зависимостью. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Денис, я выздоравливающий алкоголик. Ну вот прежде, чем мы перейдем к вашей истории борьбы, она очень непростая, на мой взгляд, но вначале я хотела бы вас спросить, вот вспоминаю слова Джоан Роулинг в истории о Гарри Поттере, слова о том, что человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор. Согласитесь с этим? Ну отчасти я с вами согласен, выбор есть всегда, только возможность сделать правильный выбор иногда, наверное, не всегда получается его сделать, потому что ряд всяких обстоятельств, они затрудняют наш разум от выбора, именно от правильного выбора. И сделав правильный выбор, человек, ну вот я, например, я сам ощущаю, что я сделал правильный выбор, и это буквально всплывает по каким-то мимолетным ощущениям и, наверное, по плодам, которые тянутся потом после этого выбора. И сделав выбор, человек ощущается свободнее, если он сделал правильный выбор. Правильный выбор всегда идет в свободе, поэтому я думаю, что это так. Он ведет к свободе, но как сложно сделать этот первый шаг на пути к свободе, к высвобождению даже, если можно так сказать. Я даже затрудняюсь вам сказать, как это было. Но это, наверное, должна быть такая отрешенность, или пойти туда, где ты был, и уже знаешь, что там будет, но туда не страшно идти, потому что ты знаешь, хотя даже и результат может быть плачевный, но ты знаешь, что там, как там, там все свое. А когда ты делаешь новый выбор, это всегда неизвестность, это шаг в неизвестность, и он пугает. Но как только ты приступаешь к черту, у тебя не пропадают все страхи, потому что ты уже сделал этот шаг. Но выбор определяет человека, так можно сказать. Можно сказать и так. И вас определил ваш выбор. Отчасти, да. Отчасти, да. Но моей заслуги в этом большой нету. Наверное, все-таки я положился больше на свою высшую силу, и она помогла мне сделать правильный выбор. Вот в предыдущей программе мы говорили с врачом-наркологом, говорили о методах лечения, реабилитации людей, в том числе с алкогольной зависимостью. И когда мы затронули тему причин, почему она появляется, эта зависимость у людей, то нарколог Илза Максима, она сказала о том, что счастливые люди не пьют. Действительно это так, как вы считаете? Как говорит, это сугубо лично мое мнение, но как говорит программа, в которой я сейчас нахожусь, да, мы пьем, я пью, да, я пью либо от радости, потому что мне не хватает, как алкоголику, ну, вот этих чувств, да, просто радоваться, да, мне надо как бы приумножить чувства, да, чувства радости, да, я пью для этого. Я пью с горя, потому что мне плохо, да, и мне надо залить вот это горе, да, и нету, нету, мне не надо причины особой, чтобы пить, мне не надо ни горя, ни радости, я могу пить, я могу придумывать все праздники, поводы, и это, ну, не есть правильное решение. То есть, мой опыт показывает о том, что я пил и тогда, когда мне было очень плохо, да, я пил от того, что мне было очень хорошо, и мне надо отпраздновать это дело, да. То есть, когда вы были счастливы? Да, 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 да. Счастье вообще, такое, наверное, понятие очень такое субъективное, это момент, который, да, абстрактный, да, его надо уловить, наверное, только и непонятно, от чего я могу быть счастлив. То есть, на данный момент, допустим, я счастлив одного, а на другой момент это не принесет мне никакого счастья. Вот один из алкоголиков, с которым я общалась, он не пьет уже десятки лет, но он говорил мне о том, что каждый день он начинает с того, что сегодня я не пью. Вот это борьба и выбор каждый день ежедневно. Я бы сказал, что это не борьба, это, скорее всего, выбор. Это выбор, выбор быть трезвым, жить трезвой жизнью. И когда прекращается борьба, начинается свобода. То есть, я ни с кем, ни с чем не борюсь. И просто прожить этот день, чтобы было вспомнить, что хорошее в этом дне, да, мне пора прожить его трезвым. И надо поблагодарить за этот трезвый день, так же само, как и попросить об этом. Да, я напоминаю, что вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, задавать вопросы нашему гостю. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон напрямого эфира в нашей студии. Можно также писать в WhatsApp 230-6191, если у вас возникли какие-то вопросы. Выздоравливающий алкоголик Денис сегодня пришел к нам в студию. Вот если говорить о вашей истории, когда произошел этот щелчок, может быть, когда вы начали злоупотреблять алкоголь? Вы знаете, болезнь очень коварная, прогрессирующая и еще и смертельная. И как бы этот вот спад, так скажем, ну не спад, наверное, болезнь-то прогрессировала, да, а жизненный уровень, он спадал. И очень постепенно, незаметно, и не было никакого определенного щелчка, да, потому что болезнь шла, она жила со мной параллельно своей жизнью, да, а я жил как бы не замечая болезни, да, и это все шло так постепенно-постепенно, пока какой-то роковой случайность, да, не сделала вот такой момент в моей жизни, что сплетение обстоятельств, да, то есть течение обстоятельств, допустим, одно обстоятельство затронуло другое, пошла такая как бы, ну, наверное, волна, что ли, и очень эмоционально резкий спад, да, и это, наверное, скорее всего, больше саможалость, да, то есть я оказался один наедине сам с собой, и, ну, я сам себя в это одиночество засунул, да, и вот между мной и бутылкой больше никого не было. Да, и как бы вот это эмоциональное состояние, оно привело меня к тому, что вот начался этот резкий спад. То есть болезнь, как она была, как прогрессировала, так она и прогрессировала, да, вне зависимости, пил я, не пил, да, в какие-то промежутки времени, да, но вот в один прекрасный момент, посещение обстоятельств, случилась катастрофа, да, погибла моя мать, да, ну, как погибла, она не пережила операцию последнюю, да, умерла, и это для меня была точкой, как бы, да, последней, чтобы вот, но, что бы ни случилось, да, это привело меня к тому, что я задумался, что все-таки я алкоголик, до этого я просто не... Вы это осознали? Да, я это осознал. Но до смерти матери еще ведь трагедия случилась в жизни вашей семьи? Была смерть брата, да, и она, наоборот, повлекла меня такое вот, потому что брат умер в пьяной драке, да, и это, наоборот, меня как-то голос, собраться, да, и отказаться от алкоголя вообще, об этом заметила даже моя жена, ну, в ту пору... То есть на вас это очень повлияло, и... Да, это на меня очень повлияло, я собрался, даже отказался выпить там на похоронах брата, но это было такое визуальное, скорее всего, наверное, просто меня поддержать приехала жена, мы тогда были в разводе, и это сопутствовало дальнейшему моей трезвости, потому что я намеревался вернуть жену обратно, и это была, как бы, вот такая, наверное, мотивация дополнительная. Да, у нас есть сейчас звонок, радиослушатель на линии, надевайте, пожалуйста, наушники, Денис, которые найдете. Да, добрый день, слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Надежда, я вот хотела задать вопрос. А как понять, что я вот алкоголик или я не алкоголик, вот, например, у меня есть сосед, который, вот, я слышу каждый день, там, он точно вот алкоголик, он буянит, а я, допустим, ну, я по-другому себя веду, да, я так не делаю, но я, допустим, вот, мне нравится выпить вечером бокал вина, как мне понять, ну, когда это становится проблемой? Да, спасибо вам, Надежда, за вопрос. Ну, вот, Денис. Добрый день, Надежда. Наверное, есть такой у нас опыт, что вы вот каждый день налейте себе бокал вина, а остальную бутылку поставьте в холодильник, и вот так на протяжении целого месяца. Если вам удастся, значит, вы не алкоголик, если не получится, то, увы, скорее всего… То есть, момент самоконтроля, вот этот вот, определяющий. Да, если есть контроль, и я могу контролировать, то я не алкоголик. Говоря о чувствах, вот мне интересно, что вы испытывали, переживая свой путь, что вы переживали внутри себя, да, ведь понятно, что наверняка это такой большой спектр чувств невероятных, от жалости, может быть, к самому себе, до озлобленности и еще чего-то. Жалость к себе – это самая большая, как бы, такая, наверное, отправная точка для алкоголика, который… А жалость к себе, она съедает человека настолько, что человек замыкается в себе, и у него образуется дыра внутри, которую надо залить. И алкоголь – это самый, ну, такой ближайший, наверное, такой сподвижник, который может помочь тебе в этом, как кажется. Это иллюзия, да, и алкоголик больше половины жизни живет. Вот я жил в иллюзии, да, что, как бы, я зальюсь, как бы, да, и умру, и не проснусь, и тогда вот это, ну, тогда я встречусь со своими там близкими, да, которые меня покинули, бедного, несчастного, оставили меня одного, еще в самый неподходящий момент и жена ушла, да, то есть вот все виноваты вокруг, да, весь мир… Виноваты в тех руинах, которые тебя окружают. Которые создал я сам, да, благодаря своему ближайшему другу алкоголю, да, и вот в этих руинах я живу в саможалости, да, и лелею свою гордыню, да, внутри себя, то есть утешаю ее, да, и вот все время заливаю. Мне кажется, что я заливаю эту дыру, да, а я, на самом деле, еще больше ее расширяю, и она становится все больше и больше, и когда приходит такой момент, когда выхода вообще никакого нет, уже алкоголь не помогает, да, и тогда, тогда вот, наверное, вот есть такой пик, дно у нас называется, да, и вот если от этого дна оттолкнуться, можно вырваться, да, если нет, то точка невозврата и обратного пути нету. Вот вы очень важно сказали про дно, потому что, знаете, люди, которые тонули когда-то в физическом, в прямом смысле, они говорят о том, что необходимо для того, чтобы вынырнуть, коснуться как раз этого дна, опуститься на него и потом оттолкнуться от него, да, или как же говорят некоторые, кто попадал, например, в воронку, что нужно опуститься на дно и потом резко в сторону. Вот это дно, когда вы его ощутили? Это безвыходная ситуация, то есть, когда я уже и не хочу пить организм, уже как бы, да, перестал бороться, и, ну, я не могу, я не могу, потому что у меня уже, я не могу просто передвигаться, у меня нарушена координация движения, да, у меня приобретенная алкогольная эпилепсия, да, если я не похмелюсь, то я не могу, как бы, без памяти где-то упасть и все, и никого рядом не окажется, я умру, да, вот этот страх, да, переплетенный с саможалостью, с той же самой, да, с своим угнетенным состоянием вот этим, что я вроде бы и хочу избавиться, но уже не могу, уже не могу, да, и что делать? Взываешь о помощи, да, и первая помощь, наверное, к моей высшей силе, да, Господи, что ж мне делать-то, да, и вот такие моменты обычно, да, когда я сам хочу этого, тогда и появляется-то помощь непонятна откуда, в моем случае было так. То есть пьяная жизнь, она стала просто невыносимой? Она не то, что стала невыносимой, она стала невозможной даже, просто существование. Ну, кто был с вами рядом, когда вы решили бороться? На тот момент был только я и моя высшая сила, как бы, да, и у меня на тот момент не оказалось никого рядом, и случайные люди, попавшиеся мне на жизненном пути, когда я вот решил, что мне надо что-то делать, они начали появляться ни с того, ни с сего, как будто вот Бог их посылал, и я шел просто за ними. И самое интересное, что это было вот мне в том состоянии кому-то довериться. На тот момент я весь обозлен был на весь мир, никому не верил, да, и было очень трудно кому-то довериться. И вот попадались такие люди, которые вызывали доверие почему-то, да, появился один человек, который направил в одно место меня, другой в другое, и вот так вот так вот, так я как-то вышел на программу анонимных алкоголиков, и с Божьей помощью, скорее всего, потому что высшая сила для меня – это Господь, и Он привел меня сюда. Когда Вы поверили в Бога, Вы были верующим до этого или крепко так уверовали уже именно после? Верующим, я не скажу, что я был всегда там таким прям, ну вот, верующим, но я верил, что есть Бог, да, я не отрицал Бога, во всяком случае, да, я верил, я верил в Бога, что все произошло благодаря Ему, да, но вот в анонимных алкоголиках я создал своего Бога, который живет внутри меня, да, неважно, в голове, в сердце, но Он, вот это мой личный друг, как бы, да, и вот помощник, соратник такого, наверное, это вот, наверное, вот в нашей программе есть второй шаг, да, и вот эта вот концепция Бога, да, я ее вот закрепил в себе, вот как я вижу Бога, каким я хочу Его видеть, да, это вот мой друг, да, любящий, то есть, по сути дела, если бы Бог был такой, как мне его описывала бабушка, да, когда водила меня крестить, там… С бородой? Это не только с бородой, но и Он еще и с похзахом, который может дать по голове, и… То есть, такой строгий. Да, очень строгий. По сути дела, как бы, если этот Бог, да, судил бы меня, я бы уже как минимум без рук остался, да. Ну, не милосердный Бог в таком случае. Не милосердный, да, в любом случае. Ну, вот мне приходится иногда слышать от людей, которые прошли через определенные трудности, какие-то заболевания, и до этого, скажем, не верили в Бога, они используют такое выражение, что Бог коснулся меня, вот так говорят. Было ли такое с вами, что-то подобное? Не знаю, как насчет коснулся, но то, что поцеловал, скорее всего. Скорее всего, да, но это, наверное, скорее всего образно, да, потому что я чувствовал, наверное, его, скорее всего, руку, которую я просто взялся, и она меня вытащила. У меня был такой случай в юности, да, на концерте началась давка, и меня начали придавливать сверху люди, да, и вот, наверное, лучик света, да, он все время сжимался, да, в определенное кольцо, пока он не стал очень мелким, да, и вот из этого лучика света вынырнула такая рука, да, это у меня усталость в памяти, и она меня вытащила. Это, конечно, оказалась рука... Человека. ...охранника, да, 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 да. Как проведение. Но ощущение запомнилось, такое, как вот яркая картина, мы из моего, ну, детства, наверное, так скажем даже. И вот, наверное, вот как-то вот так вот меняет и такая интерпретация. Вообще проблема алкоголизма, как мне кажется, опять же, возможно, вы считаете иначе, это проблема пустоты, духовной, душевной, может быть, моральной, как кому нравится. В этом смысле вера как раз может стать тем самым наполнителем вот этого пустого сосуда? Вера и становится наполнителем этого пустого сосуда, потому что программа, которую я прошел, она предполагает полностью очистить. У нас есть четвертый шаг, да, и он говорит о том, что моральную интеризацию надо привести, да. Слово мораль как алкоголик у меня вообще не присуще. То есть какая мораль, если я ворую, что-то где-то как-то кого-то обманываю, да, то есть честности у меня вообще никакой нету, да, а программа основывается на честности, да, хотя бы для начала перед самим собой, да, честно признать, что я алкоголик, что моя жизнь неуправляема. И вот в четвертом шаге, да, я перелопачиваю всю свою жизнь для того, чтобы выявить вот эти мои, как бы, ну, такие не очень моральные мои качества, да, вот мой эгоцентризм, там где-то вороватость, наглость, нечестность, да, вот это все. И, как бы, да, я прошу, я признаюсь в этом себе, своему наставнику, да, и своей высшей силой, ну, для меня это Бог, да. И потом дальше, да, по программе в пятом-шестом шагах, да, то есть я прошу его избавить меня от всего этого, да, то есть, да, помочь мне избавиться от всего этого, да, то есть не самому, а... И вот это наполняет, как бы, вера в то, что кто-то мне помогает, да, помимо... Ну, то есть через мою высшую силу, да, наверное, много говорю о Боге, это отталкивает, может, людей, но для меня это, как бы, ну, это один из приоритетов, которые мне помогли вырваться из этого круга, да, и вот вера, она усилила, да, и она наполнила вот этот, как вы говорите, пустой сосуд, который освободился от всего этого, да, грязного, да, а там осталось все пустое, да, и чем-то надо наполнять, да, и для этого есть программа «Двенадцатый шаг», да, то есть основанная на любви к людям, да, помощи к людям, да, и вот таким же страждущим, каким был я сам не так давно, да, и вот это, наверное, вера в людей, вера в высшую силу, да, вера в что есть еще, порядочность какая-то, да, на земле, и вообще вера, да, как таковая вера во что-либо или во в кого-либо, да, она наполняет человека, и благодаря только ей, как бы, и можно жить. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Да, мы продолжаем, уважаемые радиослушатели. Я Анна Смирнова, программа «Выбор» в эфире, и говорим мы в этой программе о проблемах зависимости, и с нами сегодня гость Денис, выздоравливающий алкоголик. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Денис, я выздоравливающий алкоголик. Да, телефон напрямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Ну вот в первой части мы говорили о вашей истории, и хотелось бы немного продолжить, потому что, опять же, на мой взгляд, если человек зависимый, принимает решение бороться, и без какой-либо, вот вы говорили о высшей силе, без какой-либо физической, я имею в виду, такой поддержки по-настоящему небезразличных людей рядом, то это скорее такой эксклюзивный случай, ну это я так думаю. Вы прошли свой путь к выздоровлению без какой-либо поддержки жены и близких друзей, насколько я поняла. Ну это, наверное, не совсем будет так правда, потому что у меня было сообщество, сообщество анонимных алкоголиков, да, в которое я попал совершенно случайно, да, и опять же я говорю, наверное, скорее всего, по проведению, и где оказалась очень большая поддержка людей, несмотря на то, что как бы на тот момент я был одиноким человеком, да, со мной была только моя высшая сила, то есть Бог, да, и как я его понимаю, и, наверное, вот эти люди, да, они и оказали самую большую поддержку, потому что самое первое, что мне было, объяснено, что я больной человек, да, я не какой-то нераспущенный, да, не какой-то там безвольный, да, то есть у меня нет силы воли, да, как мне вот все время мои родственники до этого твердили, да, то есть что я не могу собраться, там, бросить все это, все вот люди вокруг, мне просто объяснили, что я больной человек, алкоголизм – это болезнь, болезнь неизлечимая, да, прогрессирующая и смертельная, что самое интересное, да, и она еще к тому же и физическая, психическая и духовная, да, и вот на этих аспектах, да, да, и на этих аспектах началось мое воздравление, я начал узнавать о своей болезни, да, то есть я как алкоголик, да, мне, как вот, например, есть люди, болеющие с сахарным диабетом, да, им нельзя, чтобы у них повышался сахар в крови, за это им нельзя какие-то определенные вещи делать, да, и какие-то продукты там есть, да, то есть когда вовремя колоть инсулин, да, мне как для алкоголика вообще минимум, что надо, да, просто не выпить первую рюмку, да, потому что как физическая тяга сразу начинается, то есть физическая болезнь моя проявляется, как только помогает мне алкоголь, мне одной рюмки это много, а уже двух это мало. У нас есть дванок, сейчас радиослушатель на линии, давайте примем его, здравствуйте. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Очень интересный гость у вас, но у нас бредение со стороны, просто не маленький сначала комментарий перед вопросом, что человек не совсем-то такой уже опустившийся алкоголик, который бывает теряет уже мировоззрение окончательно свое, психически и полностью не уже навешанно. У вас очень разумный человек, во-первых. Правильно подметил, что вот, может быть, кому-то не понравится, что Бог часто упоминает, но эта подмена, конечно, как бы одна вместо одной ветки другая, но я бы сказал, что, наверное, все-таки больше помощи людей окружающих, чем что-то божественное. Люди активно участвовали в его изменении, в его лечении, можем так сказать, вот им гигантская благодарность. А все-таки человек, этот ваш гость, очень сильной воли, потому что безвольный это когда он пьет, а просит пить, даже при помощи других людей, безвольный человек не может. Поэтому все-таки 75% моего мнения такое, может быть, он об этом не задумывался, принадлежит именно ему, что без желания сильного себе, которому нужен толчок и помощь других людей, то, в принципе, ничего бы этого положительно не случилось. Да, будет ли у вас какой-то вопрос к нашему гостю? Да, вопрос будет. Вот это очень тонко было затронуто, когда вы поняли очень сложный момент, опять я возвращаюсь к тому, что вы говорили, и хочу спросить, вот это вот не совсем понятно был ответ, что когда вы почувствовали, что вы, ну, понятно, семейные такие отношения, или там жизненные, что вы вот алкоголик, алкоголики не любят на эту тему говорить, и когда им говорят, что ты уже, наверное, алкоголик, они просто взрываются. У меня такие знакомые проблемы были. И вот этот момент перехода, чтобы человек понял бы как это, каким-то образом, как вот этот момент поподробнее, немножко не совсем было понятно, когда он это вот ощутил. Спасибо вам, спасибо вам за вопрос, да. Ну вот эта точка, и как вы сказали, осознание того, что ты болен, действительно, это главное в процессе выздоровления, ключевое. Ну вот об этой как раз точке. Ну, я могу сказать так. Это внутреннее состояние, которое приводит меня, наверное, в такое смятение, что я не могу и с алкоголем, да, быть на ты, как раньше, да, и без алкоголя я тоже не могу. То есть я все время нахожусь между двух огней, да. И вот это внутреннее состояние, оно, его надо прочувствовать, и это не описать словами. Просто когда это безвыходность, да, то есть ты просто взвываешь, взвываешь к небесам, и не понимаешь, что делать, вот как делать, как избавиться, да. Это край, это и есть вот это дно. И никакие люди, которые тебе будут рассказывать, что-то доказывать, да, пока я сам этого не захочу, это мое желание, да, не будет искреннее мое желание, я не смогу бросить, как бы я ни хотел. А то, что дно не дно, да, то есть мы можем вернуться к этой теме, я расскажу по своему дне, и там будет все ясно. Просто это как может быть часто, за три года с моей трезвости восстановился так, да, и так. Может, не совсем мозги пропил, да, но был период времени, когда я жил на чердаке, и я, как вот в притче о блудном сыне, да, питался вместе со свиньями, да, промотал все имение свое, да, то есть, ну, это такое у меня было, это не в переносном смысле, а в буквальном смысле, да, да, и у меня есть фотографии, но я не буду показывать, да, их как бы, да, каким я был, когда пришел в репцентр, да, и что сейчас произошло со мной. Просто это по-другому, да, как бы, да, через людей действует Бог, да, и без вмешательства моей высшей силы, да, это невозможно, потому что каким бы там ни была моя воля, это только приписывать себе какие-то там заслуги, которые... Моих заслуг здесь нету, это все содружество, да, содружество, которое можно посетить, да, я могу отдать телефон даже нашего содружества вам, да, вы можете, как бы, спокойно, как бы, говорить, что может быть люди приходить, обращаться по этим телефонам, да, им дадут куда прийти, да, и люди помогут прийти вот к этой высшей силе, которая освобождает, которая действует через людей. Как раз разговаривая с врачами-наркологами, они практически все в один голос, да и вот врач, которая была в нашей предыдущей программе, в прошлую среду, тоже говорила о том, что... говорила о пользе вот этого сообщества анонимных алкоголиков. Более того, даже есть истории наркологов, которые я знаю, они являются или являлись раньше как раз членами общества анонимных алкоголиков и потом вот обрели профессию. Но как проходят вот все эти собрания и почему человеку так сложно все-таки сделать этот первый шаг, чтобы прийти туда, потому что, как правило, зависимые люди говорят, да, это не про меня, да, что там, это в фильмах, это то, что показывают, да, как там сидят анонимные алкоголики и представляются друг за дружкой. Вот почему первый шаг сделать настолько практически, ну, очень сложно? Всегда сложно сделать какой-то выбор, который неизвестность, да, вот шаг в эту неизвестность, да. Да, о чем мы говорили. То, что показывают в фильмах, да, это немножко, конечно, утрировано, но в принципе, ну, так если разобраться, в принципе это похоже, да. Это тесный круг людей, да, которые с первого же с тобой встречи рассказывают себе, как у них это было, и причем рассказывают и без всяких каких-то зазрений совести, да, то есть вот правду матку, эта откровенность, она просто поражает. И вот услышав вот такие разговоры, да, придя на собрание, ты понимаешь, что ты попал туда, куда тебе надо было, да, то есть вокруг такие же люди, и никто тут, потому что по телевизору таких вещей рассказывать никто не будет. Ну вот, говоря о методиках, о программе «12 шагов», первый шаг, насколько я знаю, это признать свое бессилие перед алкоголем. Это только первая половина первого шага, да, признать свое бессилие алкоголем. То есть мне признать, что я алкоголик, да, можно было посмотреть в зеркало, и все, и сразу все с ясной. Я алкоголик, ну куда там, ну дальше уже некуда. А вот то, что моя жизнь стала неуправляемой, мне как алкоголику признать, как я так не управляю своей жизнью, да, а что это, кто же ее управляет? Оказывается, алкоголь управлял моей жизнью. Потому что все факты, да, вот прокрутить в респективе, да, мою жизнь назад, да, данного момента и назад, да, и там сразу всплывают все факты, как я подстраивал свою жизнь под алкоголь, да. То есть мне не нужна такая работа, где я не могу выпить. Зачем мне такая работа? Потому что как? То есть вы выстраивали свою жизнь? Конечно. То есть все было подчинено этой алкогольной тематике? Вот, в том-то и дело. И вот это надо признать себе, что да, я алкоголик, я свою жизнь построил так, чтобы алкоголь, точнее, как бы через меня действовал, да, то есть моя высшая сила, тот момент, наверное, скорее всего, не высшая, даже низшая сила, да, которая управляла мной, это был алкоголь, и я не управлял своей жизнью. То есть все как угодно господину алкоголю. Ну вот насколько эффективна эта методика 12 шагов? Какой есть позитивный опыт, если мы говорим об этой программе в обществе анонимных алкоголиков? Я могу только делиться своим опытом, да, то есть своим примером, поэтому мой опыт показывает так, что я за вот эти небольшой промежуток времени, за эти три года, пока я трезвый, да, я кардинально изменил свою жизнь на 180 градусов, да, то есть приоритеты поменялись полностью. То есть, да, то, что раньше мной движел мой эгоцентризм, жажда наживы, да, что-то, где-то я не пошевелюсь, если мне никто ничего не сделает, да, то есть сейчас у меня наоборот, как бы, да, на приоритет отдавать людям что-то, да, то есть пусть это не материальные какие-то благи, конечно, я затрачиваюсь там и финансовые, я трачу самое дорогое, что у меня есть в жизни, это время, которое не вернуть, да, ни с какие деньги обратно, да, но раз мне дали такой шанс, да, ну, моя высшая сила дала мне шанс остаться живым, значит, для чего-то это надо было, да, то есть и я чувствую себя, как бы, что я взял эту трезвость взаймы, и мне надо отдавать эту трезвость дальше людям, делиться то, что может быть не все так плохо в этой жизни, и можно начать все с чистого листа заново. И это работает, и что самое интересное, я сам получаю от этого удовольствие, то есть я езжу по репцентрам, по тюрьмам, да, то есть, и вот у меня есть такое служение, мы ездим в органы пробации, да, там приходят люди, и там вот я вижу себя, я вижу себя пятилетней давности, да, когда у меня полное отрицание, да, у меня есть проблема, но я ее не замечаю, я никогда не признавал себя алкоголиком, это так трудно сделать, хотя все вокруг говорят, и у всех есть проблемы, у всех проблемы есть со мной, но у меня с ними нет проблем, и с алкоголем так тем более, ну что, у меня же, как, есть работа, какой бы я там ни ходил, но я хожу на эту работу, да, я приношу на мой деньги, у меня там в холодильнике есть покушать, я не грязный, да, то есть там все, а то, что жена моя страдает, да, то есть, ну, то, что вот страдает работодатель, да, когда я там, ну, этого же я не замечаю, как бы, да, То есть, ну, как-то вот так вот, да. И что самое интересное, пока я сам для себя этого не захотел, никто. Я и кодировался, да, я и к бабкам меня отсылали. И все это я делал для мамы, для работодателя, для жены, но никогда для себя. Ну, вот, кстати, интересно насчет кодирования. Слышала такой пример, кажется, не так давно, о том, что человек закодированный, он как солдат, который в армии ждет дембеля. И вот этот дембель происходит, и он, ну вот, теперь можно все. Вот насколько справедливый такой пример, товарищ? Это, наверное, попадание в яблочко, потому что первую свою кодировку я ждал с нетерпением, да. И если бы я не поменял одну зависимость на другую, то есть я курил, да, в тот момент это было легально, да, я курил, и я просто ждал, когда закончится этот срок, да. Но я так втянулся, что я даже полгода как бы, да, и пропустил, и как бы ничего. Если бы какой-то конфликт в семье не произошел, да, я бы, может быть, опять как бы не начал пить, да. Но это все говорит о том, что я как зависимый человек, я меняю всегда зависимость на зависимость, да. Вот сейчас я завишу от групп, да, и от своей высшей силы, да. А тогда я зависел как бы, да, от каких-то наркотиков и это самое. Но это полная параллель тому, что, то есть мои действия, я могу в трезвости, да, в трезвости сейчас чувствовать себя полноценным человеком. Когда я, не пройдя программу, был трезвым хотя бы больше недели, я чувствовал себя ужасно. А в моем обществе вообще невозможно было находиться. То есть мне мои близкие говорят, лучше бы ты пил, да, вот это кодировка, да. Пройдя программу «12 шагов» меняется мышление, меняется подход к жизни, меняется сама жизнь. Появляются цвета, краски, да, хочется жить. И появляются реальные цели жизненные. Ну, говоря о другой стороне медали, ведь есть опыт, когда человек все же срывается, находясь в этом сообществе. Как на это реагируют участники анонимного сообщества? Его принимают с очень теплыми объятиями, потому что никто не застрахован сорваться, да. Бывают жизненные всякие приоритеты какие-то, да, то есть обстоятельства и все такое. Мы же не роботы. У нас болезнь чувств, прежде всего, да. Мы очень чувствительные люди, алкоголики, там, неважно, да, зависимые люди, они, это один из аспектов болезни чувств, да. То есть и может быть все, но человека никто никогда этим не упрекает в сообществе. Его только поддерживают, наоборот, стараются ему помочь, вокруг него все суетятся. Были случаи, когда люди срывались, их ездили в откачку с ними, да, вложили в откачку, встречали, обратно принимали в круг. То есть, ну, нянчились, как можно говорить, ну, это все зависит от самого человека, да. Есть знакомый у меня, который после откачки твердо решил, что ему надо пройти шаги, без шагов невозможно. И это был ему толчок, ну, к новому этапу, да, трезвости. Сейчас человек не пьет, ну, большой промежуток времени, как бы, да, то есть полтора года после срыва, да, и он прошел шаги, и он чувствует себя превосходно. У него жизнь изменилась, у него семья появилась, да, и все налаживается. То есть, очень важно, и очень важно в программе не просто ходить на собрания, да, а пройти программы. Программа заключается, да, у нас были такие родоначальники, да, в Белый Бок, в 35-м году они, как бы, образовали это сообщество. Алкоголики. Да, анонимные алкоголики назвали, потом 100 каких-то выздоравливающих алкоголиков первых, да, собрались и решили создать книгу, да, анонимный алкоголик, который стал наглядным пособием по прожреждению программы, по программе «12 шагов», да, и там все рассказано, да. Ну, единственное, что многие умники пытаются сделать это в одиночку, у них ничего не получается, да, но если человек с наставником впереди, идущим человеком делает эту программу, да, в большинстве случаев даже, ну, получается, как получается, конечно. Конечно, ну, больше вероятности остаться трезвым, пройдя программу, чем... Много у нас есть звонков, давайте примем. Да, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Да, задавайте, пожалуйста, вопрос. Ну, вот еду за рулем, слушаю вашего собеседника, у меня сразу звонков. Да. Я бы просил отвезти коротко, да, нет. Считаете ли вы себя алкоголиком, или вы уже считаете, что вы вывесились? Я алкоголик, да, выздоравляющий алкоголик, и я не могу никогда вылечиться болезнью пожизненной. Ага, я понял, да, ну, примерно так и ожидал ответить. Скажите, боитесь обратно сорваться? Честно. Да, спасибо вам за вопрос. Страх, стрима всегда есть, но никто не застрахован, я хожу под Богом, и поэтому как Богу будет угодно, так и случится. Еще у нас есть звонок, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. У меня тоже с алкогольным сложное отношение, но у вас был путь просто очень сложный. Но у меня будет, наверное, неожиданный вопрос, я сначала уточню. Вы кино Михалкова 12 смотрели, нет? Да, фильм 12. Я слышал, но не смотрел. Да. Не смотрели, ну, тогда вопрос, ну, Анна, вы что-то опережаете Родионова, не успеваешь даже сказать, какой вопрос, какой вопрос. Тогда вопроса не будет, просто посмотрите, потому что там есть один эпизод про, значит, восстановившегося алкоголика. Я вот думаю, может, могло ли бы такое быть? Там Маковецкий играет, если вы будете смотреть. И якобы вот из грязи женщина подняла и там очистила, отмыла все. Я думаю, это неправда, потому что я эту тему знаю все-таки и сам как бы к ней сопричастен. Ну, вот я думал спросить у вас, потому что вы с этим больше знакомы, возможно ли такое. Я, да, да, ну... Да, спасибо вам, Владимир. К сожалению, очень мало времени у нас остается, но вот фильм 12 посоветую вам посмотреть. Никита Михалкова. Посмотрите? Ну, я обязательно посмотрю. Еще у нас есть звонок, здравствуйте. Нет, сорвался звонок. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира, звоните нам. Вот еще вопрос в WhatsApp пришел. Добрый день, знает ли ваш гость такую организацию, как «Зелайскрустс»? Знаете ли вы? «Синий крест», да? Да. Да, знаю такую организацию. Ну вот, собственно, спросил у вас об этом наш радиослушатель. Еще звонок, здравствуйте. Надевайте наушники, пожалуйста. Да, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Надеюсь, Виктор. Да. Ну, отрицать присутствие в нашей жизни высших сил просто глупо. Почему? Да, Виктор, какой у вас вопрос? Будет очень мало времени, не можем слушать. Да, я понимаю, я понимаю, но в этом и суть-то передачи, в диалоге. Так вот, отрицать, конечно, глупо, потому что каждый человек неоднократно, оказываясь на грани, в экстриме крайнем, скажем... Какой вопрос. Да, какой вопрос. Вечер ты один на встречу трое. Либо по гололеду тебя выносит по встречку, каждый вспоминает отче наш. Да, я благодарю вас, Виктор, за не вопрос, а за реплику. Мы не можем, к сожалению, выслушивать долго. Давайте, пожалуйста, вопрос. Интересно, что мне кажется, вот общество анонимных алкоголиков – это та организация, которая не запрещает пить, а направлена на то, чтобы именно снять это желание. В общество анонимных алкоголиков вообще никаких запретов, да? То есть ты пришел, у тебя должно быть единственное желание – желание бросить пить. Если у тебя есть это желание, пожалуйста, оставайся и принимай участие, да? Если ты не хочешь пить, ты сам оттуда уходишь. Ну, вернее, если ты хочешь пить, тебе никто не говорит, ой, не, не, значит, ты не допил, иди пей. Ну, что ж делать? Никто насильно никого никуда не тянет. Как тягу побороть? Хорошо, я расскажу свой опыт, да? У меня получилось так, да? Пока я еще лелеял надежду, что я смогу когда-то пить, как все нормальные люди, тяга была постоянно. То есть, да, как только я понял и признал вот этот первый весь шаг, да, что я алкоголик, и мне начать пить опять заново – это смерти подобного. У меня может быть срыв, но будет ли у меня еще один выход из этого срыва, да? И это как бы дает задумываться, да? И просто у меня опять же, вернемся к выбору, да, есть выбор – либо пить, либо не пить, да? То есть выкарабкаюсь я еще раз из этого болота или нет? Я, зная себя и мой путь, да, который я прошел до этого, я не рискую. Тяга отпала сама собой. То есть вернуться, скажем так, к умеренному употреблению спиртного алкоголик не может? Алкоголик не может. Если говорить об альтернативе алкоголю, их может быть, конечно, множество, и понятно, что если мы говорим о вас, помимо вот посещения общества, на что можно переключить человека, в том числе для того, чтобы и побороть эту тягу? Я искал, не нашел. Альтернатива нет? Я пытался и спортом заниматься, я пытался в отношениях вклиниваться, да, менять спутницу жизни, все безнадежно. Меня спасло именно вот сообщество, как бы, ну, и опять же, еще раз вернусь в свои высшие силы, потому что моей заслуги, да, здесь нету. Как говорится, Бог действует через людей, ну, и сообщество, соответственно, помогло мне в этом. Ну, вот вернуться к жизни для зависимого человека – это сложнейший, на мой взгляд, как мне кажется, этап, и процесс реабилитации, опять же, тоже, если мы о нем говорим. Вот социальная адаптация ведь невероятно важна. Как это проходит, с какими трудностями сталкивались вы в том числе? Видите, мой опыт таков, что мне… Я опять же буду говорить, что эта программа, легкая программа для сложных людей. Все. Легкая программа для сложных людей. Я очень сложный человек, да, и окружение мое очень сложное, да, мы все сложные люди, да, зависимые, но программа очень легка. Если все следовательно… У нас нет никаких инструкций, у нас есть рекомендации. Рекомендуется на первом году не заводить отношения. Рекомендуется подстраивать работу под выздоровление, чтобы было время на служение, на посещение собраний, то есть жить. Сначала на первом этапе, на первом году должна во главе всего стоять выздоровление, да. И как только у меня есть стабильное выздоровление, все остальное прикладывается. Я сменил работу на втором году, да, и у меня появились какие-то свои интрижки, там, да, отношения, там, ну, не важно что, да. У меня куча друзей появилась, да, и сообщество из них, в основная часть, да, появилось общение, подруги, да. Я начал заниматься совсем другими делами. То есть все пришло как должное, получается. Да, оно все прикладывалось само по себе. Просто была трезвость, рекомендации впереди идущих людей, и оно все потихоньку, 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 как бы… Я не отказывался от ничего, что предлагали, что благоприятствует моей трезвости. Надо туда, давай, поехали туда, надо туда, давай, поехали туда. И я чувствовал, что я в том, где мне следует быть, да, в том месте, где мне предназначено. Как-то так. Ну вот, к сожалению, нам уже пора заканчивать. Я благодарю вас, Денис, что вы пришли и рассказали свою историю. Надеюсь, что придете к нам снова. Я напомню для наших радиослушателей, что программа «Выбор» выйдет в следующую среду. И гостем программы станет член общества созависимых. Она в том числе расскажет свой путь борьбы. На этом я прощаюсь с вами, Анна Смирнова, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего вам доброго и до свидания.